Девушки отдыхают Итак, день первый. Я осмотрел комнату и решил себя чем-нибудь занять. Почитаю. Скучно. Посмотрю свой детский фотоальбом. Сто раз уже пересматривал. Посмотрю-ка телевизор. Я не включал его, наверное, года полтора. Надо протереть его от пыли. Итак, мой телевизор готов к эксплуатации. Включаю. Не работает. Я понажимал на кнопки, постучал по кинескопу, сделал задумчивое лицо и уверенно так сказал. Ну и ладно. У меня же есть аквариум, но он пустой, увы. Я принял прохладный душ, потом немного перекусил. Потом я снова принял прохладный душ. Потом снова перекусил. Потом... Еще немного перекусил. Мне понравилось. Но я подумал, что в своем подростковом возрасте такими темпами я очень быстро наберу много лишнего веса и это натолкнуло меня на новую идею. С завтрашнего дня я займусь спортом. Следующим утром я решил, что идейка была так себе. Тем более, что я никогда и не считал себя заядлым спортсменом. Выйдя на улицу и вдохнув свежий воздух, я... Зашел обратно в дом. Я начинал чувствовать себя опустошенным. Погладил кота, сделал всю домашнюю работу, заданную на новогодние каникулы. Быть студентом это здорово. А пока я раздумывал о глобализации мировой промышленности в сфере юридических услуг, чайник наконец вскипел. Прошло уже около двух суток моего воздержания и я непроизвольно стал коситься на светлое красивое устройство, стоявшее в углу моей комнаты, но... Не зря ведь я репустил вконтактике цитатки великих людей типа «Если сейчас ты готов сдаться, значит ты как никогда близок к победе». Моего терпения хватило еще на пару часов. В тот момент я представлял себе свою страничку в соцсети примерно вот так. Я изо всех сил держался, как вдруг ноги сами понесли мое туловище навстречу этому проклятому аппарату. Я нажал на кнопку и вышел в интернет. Ну понятно, на меня всем настроить. Ну и ладно, тогда видосики какие-нибудь посмотрю. Короче говоря, я решил отказаться от интернета. Подпишись на новое видео. Подпишись на новое видео.